Всем огромнейший привет, с вами Айс и вот оно, вот оно, вот оно, выход Layers of Fear. Сразу же, с утра, мы эту игру приобрели и начинаем проходить. Естественно, мы очень и очень долго ждали. После демо-версии, которую мы проходили. Что более, демо была на английском, а она и так понравилась, а вы представляете, когда мы будем еще понимать полностью сюжет, но я про себя не веду, как она будет нравиться. Я знаю, каким ты себя ощущаешь, потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Даже у тебя есть еще шанс. Шанс вернуть все как было. Одинственное чудо когда-либо желал. Заверши картину. Оскар Вальд, Портрет у Дурена Грея. Комментарий там был. Ну что ж. На улицу нас, естественно, не пустят. Этот целый трек, блин. После демки. Мне так нравился еще и в демке. Знаете что, я не буду там пробегать то, что мы были в демке и видели, да, быстро. Будем опять же все очень... И очень аккуратно отсматривать. А, а где у нас субтитры? Так, простите, управление... Игровой процесс. Графика. Ну-то не то. Звук может быть. Субтитры. Субтитры стоят. Да, не очень понимаю, почему их тут нет. А, вот, прощу прощение. Триумф художника. Открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караваджо, другие сравнивают с Ван Эйком. И один восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, зашел так далеко, что возвал к духу великого Леонардо. Как бы там ни было, а выставка имела огромный успех. Особый стиль получил высокую оценку за свое уникальное сочетание влияния и ренессанса с более современными техниками. Сам художник присутствовал на мероприятии в компании красотки-невесты. В своем черном платье она выглядела потрясающе. Лично рассказала нам, что пара действительно ждет... ...кого-то. Ну, видимо, ребенка. Какая-то корреспондент лично рассказала об этом. А, вот я это фото-то не помню смотреть. Интересно. Я имею в виду в демке, может быть, его и не было? Сэр, я не заходил в мастерскую, как вы и просили. Хотя, представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их вам в кабинет. Хорошего дня. В кабинет, говоришь? Уважаемый господин, просим вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с родителями, а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать поречная женщина не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в вашем доме, константировали, что не слышали никакого шуршания, где обнаружили заражение. Единственное, что вам требуется, профилактическая обработка. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо последнее предупреждение. В противном случае, следующее полученное письмо будет от наших адвокатов. С лучшими пожеланиями. Карл Дентон. Компания усмирения дает левых вредителей. Ну, это про крысы, видимо. А что это у нас тут лежит? Шкатулка. Вот ошейник, да, собаки. Зайдем на кухню, да? Разбитое вино везде. И вот еще одна записка. Подумала, что ты опять не будешь спать всю ночь и приготовила тебе вкусненькое. Знаешь, я готов поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством и похрапывал. Как и мы, простой лед. Знаю тебя, отвисла челюсть. В общем, поспи, глупыш. Я тебя люблю. В кастрюле везде. Весы кухонные. Картина. Под стать картина. Картинам для кухни. Еще одна записка, я ее видел. Просто надо немножко осмотреться. Краска. Золотисто-розовая. Жженная умбра. Охра. Кисти 25 штук. Освежители воздуха. 250 упаковок. Яблоки 10 килограмм. Выпивка 30 штук. Значит, 5-10, потом 30. Видите? Кладовая. Ванная. А можно ли нам включить свет? Да. Мы не видим свое отражение в зеркале. Знаете, это... Небольшой потоп случился. Компания протезы Ахиллеса. Один протез голени. Как можно было ошибиться с длиной? Как можно было ошибиться с длиной? Один протез голени. Протез голени. Протез голени. Кому он был куплен? Кому шелух. Ну у него или этот... Как его? Йош... Кинг-код. Первый неприятный момент. У него, видимо, этот... Ну, я уже говорил, наверное, когда мы в дымке играли. Мания или фобия? Мыши и крыс. Маленький вини партнеры. Проблемы с крысами? Позвоните нам и распрощайтесь с ними. 555-3825. Быстро, эффективно и недорого. На двери следы краски. В подвал не хочу, нафиг. В подвал это место опасное очень. Ноты. Это что за фигня была только что? Что-то я не ожидал ее абсолютно. Кажется, в прошлый раз мы не играли на пианино, поэтому она не падала. Да ладно, работал всю ночь, не будите. Куда наш кабинет? Не-не-не-не-не. Я сразу вспоминаю дымку. Пиии! Можно тебя выпустить? Пожалуйста. Как разбитое зеркало. Пажало время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в Венермарге. Десятки людей боятся за жизнь. Долгожданное открытие у Венермарга Галактика превратилось в адское пекло, когда в здании загорелась проводка. Последующая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики. К концу дня кастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло жизни 37 человек. 243 ранено. В данный момент полиция ищет ответственного за это несчастье. Владелец Галактики Рональд Шеффилд отказался комментировать произошедшее. Отмечаем в себе в уме эти пока что отрывки. Того, что нам дает игра. Спать с картиной вот такой поверху как-то не по себе. Прости, не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. Это записки того, за кого мы играем, походу, да? Поэтому он и ходит так. Смотрите. Видите, он хромает. Протез ему был предназначен. Теперь это очевидно. Кровь. Нет, это вино. Закрыть. Кровь другого цвета. Это просто... Просто вино. Упали книги. Всего лишь на все. Правдивая история. Портрет Дурина Грея. Ну, кто-то, может быть, читал, кто-нибудь смотрел фильм. Фильм, наверное, смотрели больше людей. Отторванная телефонная трубка. Сорванная с телефона. Камин. Не знаю. Это очень странная картина. Я, конечно, не художник, но... Я бы никогда не держал дома у себя такие картины. Так, у нас что-то есть. Красная шапочка. Да, волк съел красную шапочку. Если вы когда-нибудь задавались оригинальной сказкой, которая без хорошего... Ну, не то, что без хорошего гонца, а была оригинально написана, то вот, пожалуй, это как раз иллюстрация к этой сказочке. Красная шапочка. Далеко не детской сказочке, на самом деле. Берем ключ, естественно. Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будет только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. Ты обещал. Мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно тронулся умом? Я знаю, у тебя сейчас нелегкие времена. Собственно, именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эти иллюстрации. По старой памяти, так сказать. Само задание было таким простым. Я-то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. И подумать не мог, что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это опубликовать. И уже жалею, что мы заранее договорились об оплате. Возьми себя, наконец, в руки. Твой старый добрый приятель. Лям Брикстон. Издательство Шепот Сказки. Но она нарисовала красную шапочку такую, как она была изначально. Без редактирования и превращения этой сказки в детскую сказку. Если что. Тихо, 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 тихо. Блин, не надо туда идти. Хотя, все лишь детское. Стойкий оловянный солдатик. Не обязательно стойкий, но оловянный. Старинные куклы, конечно, знаете, они, с одной стороны, очень хороши, но с другой стороны, они не пугают. Пугаются свои, не знаю, они пугающие, некоторые из них. Вот возьмите, если у вас есть какие-нибудь старинные куклы, не знаю, там, 18 века где-нибудь, или в музее вы их видели, или в кукольном, не знаю, там, ну, где-нибудь. Приглядитесь к ним. Айсонок. На самом деле, у нашего героя, за которого мы сейчас играем, могут быть просто белая горячка. Поэтому крысы мерещатся, он слишком много пьет. Ну, и картины, конечно, у него висят те еще. Что ж, давайте сходим в подвал. Ой, зря я сюда иду. Чувствую, зря я сюда иду. Ну, это мыши. Это реально мыши. Пищали же. Табель успеваемости, чтение, 3, 2, 1, 3, письменность, письменное общение, математика, наука, здоровье, общество, знание, искусство, физкультура, освобождение, музыка, общий балл, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ну, видимо, это фигово. С таким баллом-то, в общем быть. Почему он такой в подвале, это? Ну, это явные крысы или мыши. Интересно, я, конечно, у него помещение в подвале. Есть еще одно, и тут огромнейшее помещение. Практически ничего не видим. На записи, я думаю, будет ярче, поэтому вы будете видеть, а я... Я-то там ничего вообще не вижу. Потому что тема-то полная. Что это за комната? Нет, но мы знаем, что это за комната, в принципе, но... Кисти. Куча склеенных кистей. Зеркла. Картины. Да, ждите, надо это открыть. Краска кисти. Ну, тоже, смотрите, да, картина. То есть направленность-то у него, конечно, та еще. Понятно. Растворители какие-нибудь и так далее, да? Потерянным. Ты это заслужил. Закончи ее. Закончи ее. Вот раз сделаем все как надо. Где мы? Так. Я помню, какой была демка. Я готов практически. Практически. Зашли мы... Ходишь по кругу. Закончи ее. Закончи ее. Закончи ее. Закончи ее. Понятно. Но это, я думаю, его жена. Это его жена, которая любила играть на пианино. Фортепиано или рояле. Я не разбираюсь, поэтому. Для меня оно все пианино. Тюбики краски. Приглашение. Имею честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу 9 июня в часовне Святого Луки в 2 часа дня. Чьи это бюсты-то? Не могу понять. Не написано. Ну вот эта картина, конечно. Ладно, тут закрыта. А куда нам идти тогда? Е-просто. А-а-а, тут звук. А-а-а, звук написанного сообщения. А-а-а, жесть. Тут нужен код. Нужен код. Нужен код. Нужен код. Мне бы свет включить. Не видно ни хрена. Вот свет. Что вы ешь заразу-то? Что? А вот мой код. 485. От чего этот замок? От сундука? А что в этом сундуке? Приглядись. Одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии убивает меня. Так, ты выйдешь за меня? Понятно, это кольцо, которое он жене свои дал. Скорее всего. Прошлое сдерживает. А мы можем это забрать? Наверное, нет. Никогда не забывай. У нас появилась новая дверь, смотрите. Хорошо, что там нет клоуна. Прошлое сдерживает, но никогда его не забывая, да? Там как бы сказали. Яркость. Я слишком темную игру сделал. Но на самом деле она была по умолчанию. Она слишком темная, мне страшно. Мне уже страшно. Тихо-тихо, ты-ты-ты, так это... Чего? Нифига себе. Глобус. Мне нужен свет, понимаете? Мне просто как в амнезии нужно трубнице или свет. Что? Твою мать! Что это было? Мы упали в подвал, да? Мы упали в подвал, да? Так, я не успел прочитать, там что-то с мышами связанное. А там что? Тихо-тихо. 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 Спокойно. Тихо-тихо. 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 Тихо. Тихо-тихо. Я еле-еле сдержался, чтобы мытьюками сейчас не заорать, честно говоря. Мышку просто выкину. Тихо-тихо. Я просто ее выкину. Тихо-тихо. 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 Но теперь мне все чудится, что за мной присматривают высшие силы. А даже мне сказали, что я ни за что не стану известным музыкантом. Теперь же я выступаю с концертами на самых престижных сценах страны. И они проходят с аншлагом. А еще говорили, что у меня трудный характер и что я никогда не найду свою половинку. Не угадали? Наконец однажды врач сказал мне, что у меня никогда не будет собственных детей. И вот он. Ты во мне. Наверное, я самая счастливая женщина на свете. Я так тебя люблю. Ну то есть понятно. Видимо он потерял жену с ребенком. Или когда она была беременная в том пожаре. Наверное. Поэтому за пивой потерял смысл соуществования. А теперь пытается закончить ее портрет с ребенком. Наверное так. Ладно. Мыслить, вернее анализировать мы конечно же будем. Но подводить какие-то общие итоги еще слишком рано. Это что? Потайной проход? Да, смотрите. Домино. Много книг и опять этот бюст. Что это такое? А это кукла на олене крылах. Е-мое. Жесть. Блин. Не ехо туда идти. Честно. Ладно. Собрались. Пять картин на нас смотрят. Твою мать. Живокий. Глубочайший. Шеллаж. Приоритет в канале. Да. Вот так. А теперь за мое на мгновение я хочу правильно передать прекрасные формы твоего тела. Он ей изменял с кем-то? В тот момент когда она погибла? Что? I am not fat round. ЖИ ПИСГЛУБОЧАЙ ШЕНЛЫЖ. Почему? Потому что художник передает не то что есть, а то что он видит? Жесть. Я не хочу сд duty пока что. Рестр. то есть он передает слишком субъективно свое видение опять крыса что я крыс не боюсь твою же мать ой блин пипец какой то игра постоянно вот так пугает постоянно так пугает нужно просто привыкнуть пищащие поджигатели эхо криков они перед чем не остановится я так просто не сдамся да уж блин я второй раз мышкой не знаю я не знаю что там будет на записи ну сейчас когда вот так вот и мышкой шерну я просто ай это конечно было что-то с чем-то ну хорошо что тут есть свет это довольно приятная атмосфера не картина а цветы цветы живые вроде как зеркалица куча папок каким-то делами не знаю документами что тут к сожалению нам не дают это посмотреть что там есть что вот слышали на женский плач привет нам пора поговорить и так не кажется то есть я так много раз видела тебя в своем доме никуда не решалась так вот взять и подойти до сих пор на картины смотреть не хочу тихо тихо влево поворачиваемся блин опасно хоть с закрытыми глазами без наушников играй поворачивайся блин где мы можем как-то свет врубить нет не можем ясно мы в погребе винном ну не только винном тихо 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 это всего лишь осколки осколки бутылок по которым мы ходим первый шаг самый трудный я согласен по крайней мере светло и не так страшно закрыта чего это оттуда с картины выпал яблоко из гнила отсюда выбираться а может быть не надо кто там ходит но же когда взять ладно тихо тихо я еще на свету не видно, Тиму. Блин, я не знаю, что делать Кипец Ай, ёмать! Дружбан, хорош бухать Нет, нет, только не... Что? Сначала искал холст Необычный холст Ну такой же, да? Надо было найти нож, не тот, которым режет хлеб Нужен был острый, как бритва Так что, в конце концов, взял бритву и потом осторожно срезал кожу Выпивка помогла онять дрожь в руке Шесть Твою мать... тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо там нет хода это альбом фотографиями письмен то что мы нашли не все далеко не все но это естественно самое начало дыши глубоко помнит ты профессионал всего несколько первых москов потом сможешь напиться стельку что у там сложного непонятные сны ненавижу даже сейчас появились новые слова мыши в пылин даже моих легких грязь от уродливых грызунов я все время много но и и и и и и ну чтож первый мазок был сделан теперь нам нужно куда-то ехать не люблю лифты особенно в играх не люблю лифты и кто вы видели там типа может быть не смотреть не успел прочитать даже попытаться перевести не успел но и и и и и а и и и Да ладно, свет есть, света нет. Нет, это ужасная картина на самом деле, думаю вы понимаете почему ключ. Уважаемые господи, я понимаю что вы расстроены и сочувствую вам и вашей супруге, но я должен категорически заявить что не желаю в дальнейшем получать от вас по этому поводу письма. Пересадка кожи процедура невероятно трудная и неизбежно связана с риском неудачи. Заявляя подобное я уверяю вас что я и мои коллеги из Святой Анны положили все усилия чтобы гарантировать положительный результат для вашей жены. Лично я считаю что мы сделали все возможное, если брать в расчет степень повреждения ткани, вы конечно имеете право на собственное мнение, и я понимаю ваше разочарование, чего я не понимаю, а как в исправлении данной ситуации могут помочь ваши гневные письма, которые вы шлете мне и моим коллегам. Как я уже сказал, я представляю какой стресс вам пришлось пережить в недавнее время и потому не буду выдвигать против вас обвинения, если вы воздержитесь от любой дальнейшей переписки. Я прямо вам заявляю, что не потерплю дальнейших угроз по отношению к моему персоналу, семье или ко мне самому. Если захотите прибегнуть к помощи психолога, мой ассистент даст вам адреса нескольких специалистов, которые помогут вам пережить это трудное время. С уважением и лучшими пожеланиями вам и вашей жене. Ульям Экс Грин, доктор медицинских наук. Хавьер, не знаю как он будет. То есть смотрите, жена действительно попала в пожар, но она не умерла там. Она выжила. Была пересадка кожи, но она видимо была вся изуродана в шрамах и так далее. Он писал письма, чтобы сделать как-то лучше все это. И жена могла покончить из-за этого с собой, например. Потому что еще и ребенка из-за этого могла потерять, которую она сила, точно. Или она пострадала так, что не смогла играть, а это был один из смысл ее жизни. Почему ты остановилась? Такая чудесная мелодия, поэтому ты себе поджженная. Такая, прошу еще немного, только дорисуй вот эту часть. Не заставляй меня умолять. Он был погружен в картины, да? Ход наверх. Книжный шкаф. Обычный шкаф. Там что-то есть, ну нафиг. Чердак. Нет. Нет, 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 нет. Жесть. Просто жесть. А может быть их сын сгорел? Да нет, вряд ли. Твою мать! Хотя мог. Опять крыса. Опять эти крыса. Предупреждение. Следующий список представляет собой собрание наиболее распространенных симптомов в связи с шизофренией, в связи на то, что обычно такой диагноз ставят в возрасте 15-25 лет. Известно, что расстройство также может затрагивать пациентов старшего возраста. Обратите внимание, что данные симптомы характерны не только для шизофрении. Не должны никоим образом рассматриваться как безусловные доказательства данного недуга. Чтобы получить точный диагноз, обратитесь к квалифицированному специалисту, например, к психологу или к психиатуру. Симптомы. Бессмысленное выражение лица. Взгляд в никуда. Непроизвольные движения мышц на лице. Бессонница. Это, видимо, его ответы. Да-да, никогда не замечал. Странные жесты и позы. Неспособность получать удовольствие от деятельности. Деперсонализация. Неклюжие. Нескладные движения. Склонность к гневу. Раздражительность. Недостаток мотивации. Социальные наклонности. Каждый новый отрывок истории, которые мы находим, оставляет думать, думать и думать дальше. Решайся. 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 Решаться на что? Ну, опять тут. Опять глобус. Дождите, открыть. Ничего. Везде бутылки. Везде бутылки. Ну, почти везде. Твою мать. Твою мать. Что это было? Какой-то я пипец. Я тут не хочу идти. Я лучше вперед. Пусто. 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 конечно очень мы просто эту игру воспринимали да в дэме ну потому что не очень английский хорошо понимая если вообще а мы там четверть могли понять я про себя говорю как великолепная игра я тут еще и очень интересный загадывающий загадочный сюжет это необратимо это необратимо необратимо что мы вошли в зеркало то есть если мы сюда зайдем это уже необратимо да пес помните ошейник да пес сгорел пес сгорел хороший мальчик хороший мальчик дорогая помнишь ты говорила что неплохо бы завести кошку чтобы ребенку было с кем поиграть в общем я купил нам собаку но счет собаки было понятно ты этого хотел или ты этого хотел нечем понятен то есть акцент вопроса новую картину некогда великого художника осмеяли в галереях то что мы сегодня увидели хоть и не имеет совершенно никакой ценности в художественном плане возможно будет любопытно изучить психолога такие резкие слова мы услышали ни от кого и но как от джейсона хьюса знаменитого критика один который один из первых оценивал работы такого-то художника его похвала способствовала его потрясающему успеху когда его спросили заслужила ли картина такой грубой критики особенно в свете недавних трагических событий хьюс ответил наша работа критиковать искусство а не осуждать художника человек недавно прошел через многое и это видимо на нем сказалось и все же если мы промолчим и притворимся что может хоть и с натяжкой понять подобную работу что можем хоть и с натяжкой понять подобную работу это сослужит плохую службу самому художнику остальные критики были чуть терпимее потому как потому как потому как потому как данный художник пережил многое тихо твою мать вот игре просто нельзя оборачиваться вообще нельзя оборачиваться хотя в дымке это понял в конце кажется вообще не оборачивался но давайте наверно на этом закончим первую серию всем огромное спасибо кто смотрел с вами был айс житель новых серий по этой замечательной игре всем любителям хурора играть смотреть еще в дымке я давал ей 15 из 15 поэтому сейчас 20 из 20 всем спасибо и всем пока 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 пока